Приветствую Вас и развод с Вашим супругом, это всегда негатив, всегда обиды, всегда боль, страдания и так далее. И отношения до сих пор по Вашему восприятию все еще с ним продолжаются. То есть, Вы как бы внутренне, мысленно ведете с ним диалог. Парадокс и проблема заключается в том, что Ваша обида, которую Вы на него испытываете злость, это следствие того, что мужчина задел Вас. Ведь, если Вы человека любите, то понимаете, что развод сделает его счастливым. Поскольку Вы за него не рады, то, полагаю, Вы потеряли возможность реализовывать потребности определенные, которые с ним реализовывали и получили ущерб. Ущерб своей самооценки, своей гордости, своему самомнению и еще каким-то своим взглядом. Возможно, эти взгляды связаны с мужчинами вообще, возможно, эти взгляды связаны с семейными ценностями, с материальными ценностями и так далее. И вот это все принадлежит восстановлению. В первую очередь, понимание того, почему мужчина с Вами развелся, почему Вы развелись, что привело к разводу и, по сути дела, завершение отношений. Далее, восстановление Вашей самооценки, восстановление гордости, осознание потребностей, которые Вы реализовывали с мужчинами и понимание того, что привычные средства реализации этих потребностей Вам уже больше не подходят, к сожалению. Потому что мужа рядом с Вами нет. Поиск новых средств реализации этих потребностей и поможет Вам избавиться от агрессии. То есть, агрессия – это следствие внутренней борьбы, это внутренний негатив. И, естественно, причиной корня этого внутреннего негатива – это Ваш муж. Вы выливаете на него негатив, потому что вы считаете, что он виноват во всем. Как только перестанете считать, что он во всем виноват, как только начнете анализировать все то, что происходит с Вами и с Ним, искать причины, разбираться в этом, понимать это – все будет Ваш хорошо. Для этого, конечно же, нужна работа, нужны консультации. Вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе для того, чтобы начать с ним эту работу. И постепенно избавляться от всех негативных переживаний. Выберите того эксперта, который Вам понравится и начинайте с ним работать. И у Вас все будет нормально. На этом все. Надеюсь, помог Вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если Вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.